Главное приоритет спасения. Хонькер, вы там? Штабж-сержант Эрера. Колониальные морпехи. Да, спаси. Где же лифт-актив? Не знаю. Он мертвый за ней радиосвязи. Подключаюсь к местной сети. Так, внедрится в сеть. А имбисхат, мы теперь не видим вообще ничего. Ладно. Даже без подъезда, сколько у нас патронов. Так, а здесь же не просто кто-то сделал. Наверное, что-то спрятано. Там в тот раз мы не нашли какой-то сундук. Да, можно прийти. Можно по кругу бегать. В итоге пошли в точку. Так, ну вы делаете ли я это? Внедриться в сеть. Ханикер, вы меня слышите? Да-да, так гораздо лучше. Слушайте, чтобы дойти до меня, вам придется пройти через центр сетевой безопасности. И теперь понял, что они больше меня убили. Потому что я все эти кнопки нажимаю. Так, здрасте. Так, не туда. Я их хп не знаю, сколько у меня. Как я пойму, куда лечится? Отменю блокировку дверя. Я запер палубу. Деблокировать можно сетевой безопасности в операционном центре. Зрёвы? Вы их слышали? Нет. Ну, мы их сдох. Мы профессионалы. Так, профессионалы. Как эмоции показывать? Должна быть какая-то кнопка. Моц, уж не просто отдаются. Как-то не то. Ладно. Неизвестная эта кнопка. Стей фростый. Let's get some. Так, это у нас колесико. Показывает, куда я иду. Смы в оперативе играем. Так, мы профессионалы. Побежали не туда. Так, а как туда забраться-то? По центру, что ли? Так, профессионалам нужна помощь. Мини-блокировку. А, вот оно как. Прямо по центру. Так, аптечку можно съедать. Значит, соответственно, мы эту используем. Другой берем. Патроны берем. Турель. Прочтененный электрошоковой турель. Автоматический турель с пьезоэлектрическими патронами. Так, кто готовится к бою? Куда они пойдут? С центра, наверное. О, еще 600 патронов. Так, хорошо, мы готовы. Расштал здесь. Я теперь вижу вас на моих мониторах. Стойте, ксеноморфы идут на вас. И сейчас разберемся с ним. Так, турель у нас исчезла. Я отходил, вроде стал на паузу, но по итогу я эскейпит не пауза. Ну ладно. И так справимся. Левый фланг. Так, левый фланг. Без карта, да. Плохо. Не видно, откуда они идут. На правом фланге. Всякий случай. Так, что все. Кто-то застрял. Кто где-то, наверное, застрял. Никого не видно. А, вот и застрял. Самый крутой какой-то. Ого. На станции пала. Бои были совсем другие. Простите, вы не встречали ксеноморфа в серую полоску? Полоску? Нет. Вы спускались на поверхность? Когда-нибудь арестовывали? Мы не можем обсуждать операцию по открытому каналу, док. А, точно. Да, конечно. Так, наверное, там никогда-нибудь у кого-нибудь арестовывали. Это какой-то необычный. Так, ничего тут нет. Кислота на палубе. Ваша работа, док? Да, это был я. И заминировал парочку труб. Произошла механическая поломка двери. Сзади. Все-таки автомат быстрее перезаряжается. Им удобнее. Все-таки автоматизируется. 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 а те огромные это те которые появляются из людей лучше об этом не думать док морпехи решите дверь кстати был вопрос планетушки из людей роботяги разве ты не робот из сиксона ну да сиксон раньше владел катангой так плохо кончились патроны совсем он все добежим наверно так а ближний бой попробую у нас есть на букву в эффективно но этот залог между вами и мной температура запредельно низко так что просто отталкиваем чтобы добраться до меня нужно будет закручить хладагент я и сломал клапан а крысо бросил в подсобку простите так всего лишь два патрона два выстрела так нам куда-то не сюда что так найти клапан но все таки походу здесь хотя не факт я не хочу а и а и 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 лечимся по-любому надо либо здесь ничего не видно найти клапан я гитар клапана да вот он прикрепить его клапану в насосном отделении смотрите в оба катанги внимание критический сбой мейнфрейм лада гайд отлично теперь его не отморозить себе легкие теоретически тут становится жарковато быстрее так и сможет менять космом училась так много сморной шифт поменять скажем ровно руку прицел движение в трудах трубопроводных у вас останусь и жарко конечно большие это нет холос нет боже мой внимание слева в дыре так и заканчиваться будете извините снова просто есть один ксеномор полагаю что это его я периодически вижу может я просто не знаю я не спал мы все-таки встретим я сбросил код доступа к ядру сервера как раз блокирует сервера нужно это сделать сейчас отбиваемся от очередного клятвого роя в укрытие нам вот патроны а вот патроны и 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 это первый признак так она пробираться именно дальше можно уже бежать так и праздник разобежал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вибрация? Как бы то ни было, они придут. Готовьтесь. Продолжение следует... Так, мины. Раскидаем мины. Куда они отсюда пойдут? Наверное. Так, хватит. Пока. Замки открыты. Надеюсь, вы сможете... Удачи. Они идут. Так, запускаем дрон. Дорогие следует... Дорогие следует... Дорогие следует... Продолжение следует... Моника, она вернулась. Она идет за мной. Да, по всем минам прошлась. Так, дрон раз уйдет, да? Да, ударался. Так, давно в Моника нет. Нет, похоже не она. Все кончено. Наконец-то. Вражеской цели у нас в камере нет. Забирайте доктора. Ох, черт, у него нет скамфандера. Отряд, оставить. Ждите науку Казани. Ко, надо поговорить. Так, задание выполнено. Так, карты испытаний мы прошли. Весь экранный интерфейс удаляется. Исключаем меню. Так, опыт, кредиты мы получили. Испытание выполнено. Окей. Следующее. Так, завершение миссии. Залповая винтовка какая-то. Потом сравним. Высокоточный тормоз. Урон по слабым местам. Эффективная дальность. Плюс 30. Хорошо. Так, расписка кредиты. Бонус 2. 25. Так, контейнер не найден. Ну и ладно. Так, опыт. Вот опыт уже хорошо. Повысить ранг. Повысить ранг. Стрелок. Бонус к оружию. Так, дальше. Ну, теперь хотя бы не на последнем месте. Нанесенный урон. Так, помощь. Точность стрельбы все равно низкая. О, без прицела вообще. Так, задание. Задание выполнено. Вернуться на Endeavor и доложить старшему офицеру для разбора. Вернуться. Нет, тут еще немножко-то было. R. А вот выстрел в голову. Полученный урон. Оживление. Убит специалистов. Так, вернуться на базу. Так, попробуем что-нибудь купить. Или сначала посмотрим, что он за оружие был. Выкладка. Так, у нас второй уровень. Он это дает, чтобы не увеличилось. Так, оружие. Можно заменить на залповую винтовку. Так, разница. Точность выше, стабильность выше. Так, урон меньше. Скорость стрельбы намного меньше. Боеприпасов меньше. Урон по словам местам больше. Так, адаптированная и с полностью автоматической М41А3 является скорострельность и эффективной. Созданная с постоянным режимом стрельбы из четырех выстрелов и доработанным для обеспечения более плотной и точной кучности. Доволь рейтинг 40. Ну там то, что у нас дуло. Стрежим. Сейчас попробуем. Так, мы в целом то же самое, что ли? В целом то же самое. Так, А2. Так, а мы не экипировались, что ли? Так, А3. На самом деле здесь еще показано, что это лучше. Опять же, если что там дуло. Так, пробуем. Вот теперь другое. Ну так надо быть чаще нажимать. То есть нету автовыстрелов. Очередно стрелять. Так, хорошо. Не знаю, правда. Что пока оставить лучше? В принципе, скорость стрельбы меньше. Из патронов тоже меньше. Нет, наверное, оставим то, что было. Так что у нас было можно другое снарядить. Так, у нас типирована дальность стрельбы и стабильность. Здесь у нас урон по слабым местам плюс эффективная дальность. Здесь у нас про дальность, что написано. На снижение урона, наверное, здесь сейчас. А теперь дальность. Так, урон по слабым местам. Наверное, пока этот оставим. Пусть будет он. Магазинов нет. Сейчас, кстати, посмотрим, может быть, можно магазинку не купить. Так, а для здорового. Так, почему у нас здесь смартган? С чего бы это вдруг? Другого нет. Так, мне что-то подсказывает, что мы их сменили. Нам подробника ушли. Включайно. Так, так, так. Возвращаемся сюда. Ну, здесь дробовик все нормально. Я сюда, кстати, тоже на среднем дуло накинул. Дульный тормоз. Високоточный тормоз. Дульный тормоз высокоточный. То есть можно один и туда, и сюда. Я и не знал. Я думаю, что одно дуло только туда. Так, хорошо. Здесь нам что понадобится больше. Дальность стрельбы. На самом деле не так важно. Стабильность важна. Пускай будет такой же. Средний дуло. А, ну вот у них разделяется магазин, другой. Здесь средний прицел, а здесь маленький прицел. Ладно. Так, перки, я так понимаю, когда мы прочитаем. Прокачаем, да. 25 тысяч опыта, мы получим первый перк плюс стабильность. Здесь у нас эффективная дальность. Скорость стрельбы. Так, из 4, то плюс 0,5% стабильности и точности за каждое попадание. Эффект суммируется в 10 раз, сбрасывается при перезарядке. Так, ну это хорошо. Так, а здесь у нас время перезарядки. Время перезарядки вообще идеально. Он перезаряжается очень долго. Хотя 5% из 0,32 это маловато. Дополнительность снаряд. Так, 0,36% к урону при попадании по врагу в течение 5 секунд. Эффект суммируется до 13 раз за каждый попавший в цель. Снаряд. Так, а здесь перезарядки. Ладно, оставляем так. Перки. У нас появились перки. Так, на второй уровень. Так, стрелок, основные перки. Модификаторы. Перки модификаторов. Модификаторы подключаются только к конкретным перкам. Каждый модификатор можно подключить к разным наборам перков. Быстрое размещение. Универсальное применение. Повышает скорость восстановления навыка на 20%. Это хорошо. Так, взять. А, это вот так вот здесь. Куда мне его? Нельзя повернуть влево. О, отлично. Так, хорошо, я понял. Теперь надо с ядром разобраться. Знаток ближнего боя. Стрелок. Основной перк. Универсальное применение. Повышает стабильность и емкость магазина оружия ближнего боя на 15%. Так, ближний бой. Это у нас получаются эти. Ближний бой. Дробовик. Винтовки дальние. Так, куда? Куда нажимать? Перки. Так, знаток винтовок. Универсальное применение. Винтовки повышает скорость перезарядки и дальность на 15%. Так, скорость перезарядки. Смотрим. Здесь у нас скорость перезарядки 2.0. Допустим, мы это берем. Допустим, мы взяли не то. Как тебя помнить? По-другому никак. Убрать. Вот, все нормально. Так, скорость перезарядки и дальность. Смотрим. Так, перезарядка пока написана так же. Дальность. Видимо, здесь так не показывается. Тем не менее, должна быть повышена. Так, хорошо. Здесь у нас большая скорость вставления на ВК на 20%. Совместима с осколочной и с разгоном. Так, разгон у нас. Так, а здесь не пишет. Так, подрывник, медик. Перелог модификатора. Здесь нам требуется 8 доступ. Боевой рейтинг 10. Так, теперь ваша гранта вызывает цели кровотечения, которое дополнительно наносит 50% уровня от взрывов течения 10 секунд. А на это все потом. Так, как нам посмотреть-то на шоке? А вот здесь. Здесь время не показывается. Так, сколько у нас там? 30 секунд и срок. Там, здесь у нас 30 секунд. Здесь 45. 30-45. Так, устанавливаем. А, совместим он еще должен быть прям рядом-рядом. Собственно, либо сюда, либо сюда. Улучшаем либо это, либо это. Вместе нельзя. Так, допустим, осколочная граната. Смотрим, здесь у нас сейчас будет так же 45 секунд. Да, 45. А здесь должно быть так на минус 20. 24 секунды. 25 секунд. Чуть обманут. Так, хорошо. Но мы, естественно, делаем на... На вот этот перк, на разгон. Его мы чаще используем. 20% вольтам 45. Получается минус 9 секунд. Будет у нас 36. 36 уже что-то. Здесь нет проблем. Чтоб он действует. 308 секунд. Так, хорошо. Все можем. А и вот стрелок-то оберем. Так, его подсоединять никуда не надо. Ставить куда угодно. Я так понимаю. Универсальное применение. Или все же надо куда-то ставить. Но по идее он никуда не подсоединяется. Видите, да, подсоединяются. Здесь написано. Так, модификатор перка совместима с... Здесь у нас... Значит, да. Просто работает, работает. Идва нельзя. Надо получить пятый доступ. Тогда у нас, видимо, здесь разблокируется. Сможем... Ставить другие перки. Так, хорошо, ладно. С этим мы забрались. Что у нас еще? Эстер говорит, что мои припасы временные. Тоже было. Повторяется. Все повторяется. Модули. Так, это он смотрит, как он... На оружие импульсная винтовка. Так, а на дробовике же тоже. Так, а вот здесь показано, что он подходит нашему первому оружию. К второму не подходит. А теперь я понял, почему эти горят, а эти не горят. Так, хорошо. Средний магазин. Емкость магазин плюс 20. Максимальный боеприпасов плюс 20. 25% скорости перезарядки, если магазин пуст. Кто-то стрелять до последнего. Так, 20-35. Цена такая же. Так, дробовику. Прицел есть. Средний прицел. Сюда не посмотреть. Так, 2-45, что за перки у нас есть. Трелок. Дезориентирующий взрыв. Теперь ваша граната также сбивает с ног все пораженные цели. Не надо. Другого ничего и нет. Универсальные. Вышает скорость восстановления навыка на 22%. Быстрый откат 4. 3 тысячи стоит. Так, урон от навыка на 22. Увеличивает радиус навыка на 22. Увышает длительность навыка на 22. Нам первое годится. Но нету денег. Так, тогда, наверное, купим магазин. Средний магазин. Да, вот здесь видно. Он отцеплено. Так, мы здесь то, что есть интересное. Хорость стрельбы, контроль. Проспектринг, вероятность обрушения. За каждое подание в течение 3 секунд. Фиксируется на 5 раз. Хорость стрельбы, стабильность. Так, ну вот это неплохо. Там у нас дальность стрельбы за каждое попадание. А здесь у нас просто скорость стрельбы и стабильность. Мне кажется, такое даже будет хорошо. Даже на дробовик. То есть 1400. Тогда мы не сможем купить что-нибудь другое. Например, магазин. Что у нас еще есть? Прицел. Прицел. Средний прицел. Малый прицел. Так, средний. Точность стрельба по слабым местам. Эффективная дальность. Краткость прицела. Кратность прицела. Точность. Эффективная дальность. Кратность прицела. Пропадает мозг по слабым местам. Заменяют обычными прицелами усовершенствованные, которые слегка подсвечивают обзор. Так, а здесь нет такого. Наверное, второй подсвеченный оптический прицел. Так, это уже для других оружий. Так, наверное, прицел взять. Либо магазин. Нам патрона обычно не хватает. Просто перезарядки. Так, а здесь максимум боеприпасов. Перезарядка 2.0.032. Так, а 35%? Максимум боеприпасов. В принципе, 15% не сильно-то не увеличит. Примерно там даже сотки не будет. 70 где-то. Нет, я берем первый. Максимум боеприпасов. Точно, берем. Так, средний. Максимум боеприпасов. Емкость. Так, емкость 60, 540. 72, 648. Нагодится. Я попросила кратко пересказать вам отчет доктора Холикера. Он был направлен на станцию ПАЛА, исследовательскую лабораторию Вейланд-Ютани, на поверхности ЛВ-895. Команда станции ПАЛА разрабатывала оружие на базе ксеноморфов XXX-121. В частности, они изучали влияние мутагенного вещества. Из-за нарушения условий содержания ксеноморфы, и другие подопытные вырвались на свободу. Большая часть персонала погибла. Что за мутагенный фактор? Доктор Хойнкер, биолог. Как он оказался на катанге? Это все, что мне нужно узнать. Спасибо. Так, первое. Неясно. Небольшое количество было доставлено компаний. Команде ученых не сказали о его происхождении. Они называли это патоген. Поскольку биогенетика не является специализацией доктора Хойнкера, он не может рассказать подробнее. Так, доктор Хойнкер биолог? Нет. Его научная специализация – археология. Путтверждает, что его заманили сюда обману, пообещав доступ к артефактам чужих. Прошу прощения. Для ясности, речь об артефактах технологически продвинутых цивилизаций чужих, не аксеноморфов. Сеноморф... Морфах. Кушать. Учитывая, что человечество никогда еще не находило доказательства существования разумной цивилизации чужих, доктор Хойнкер по понятным причинам был заинтригован, как он оказался на катанге. Доктор Хойнкер и некоторые из его коллег бежали со станции ПАЛа на шаттле. Он отправился по запрограммированному курсу на катангу. К счастью, два существа пробрались на борт. Они убили одного, а выстрелили другого, мутировавший ксеноморф, которого он называл Моника. Доктор был единственным выжившим. Почему он назвал ксеноморфа Моникой? Хойнкер спросил, арестовали ли мы кого-нибудь. Первое. О репродуктивных процессах ксеноморфов знаешь. Эта тварь была рождена женщиной по имени Моника. Доктор Хойнкер, похоже, отказывается от дальнейшего обсуждения этой темы. Так, арестовали ли мы кого-нибудь. Между командой ученых и менеджером Бейла Кютани, администратором Беллоузом, возникли разногласия. В частности, мистер Беллоуз приказал использовать заключенных для выведения ксеноморфов. Доктор Хойнкер, несомненно, надеется, что мы арестуем его работодателю и предъявим им обвинение. Это все, что мне нужно знать. Спасибо. Если захотите взглянуть, я сохраню для вас информацию в файл. До свидания, Эстер. Или Эстер. Так, особо у нас еще здесь есть. У-46. Так, костюм нет. Окраска, наклейки, эмоции. По-моему, костюм не подходит. Костюм. Костюм нет. У-4 здесь ничего нету. Атсессуары. Окраска. Ну, только если окраску им брать. Он магазин какой. Красный. И за 300. А у нас какой-то один из таких есть. Примерно. Фиолетовый ничего. Под цвет волос. Ладно. Так, с кем еще можно поговорить? Походу, больше не с кем. Вы свободны. Так, у нас теперь учитывается наш... Время перезарядки 2.0. Как-то все равно перки не учитываются. Ушая скорость перезарядки и дальность на 15. Ну, я надеюсь, учитывается. Так, а перезарядка, то есть мы до конца должны все устрелять. Сами не перезаряжаться, чтобы это на самом деле очень сложно. Тогда он перезаряжается быстрее. Он вообще быстро. Ладно, забываем про букву R. Перезарядку. Надеюсь, мне удастся побывать на поверхности LV-895. Там есть 6 тела и кошки. А еще они меняют цвет, когда мурчат. Воистине, Бог всемогущий. Расскажите мне еще раз о Катанге. Катанге уже больше, более 18 лет. Интересно, что они происходили 25 лет назад. Так, ладно, это все то же самое. Катанга возникла финансово нескольких. Действительно стал повторять все слово в слово. Хотя другими словами рассказал. Так, да уж было бы круто, если бы я могла тебя еще потренировать. Может быть, и толк бы вышел, но мне было. Могу приступить к очередному заданию. Давайте-ка поставим рекорд по убийству для нашего шертового батальона. Открыть выбор задания. Так, тактические. Чуть. Так, пункт любое задание компании изотехника. А здесь три задания. Ой, ладно, не будем. Будем только играть из стрелка. Так, задание три. Спасение. Цель. Мы нашли Хоникера. Теперь мы должны доставить его обратно на Эндевор. В целости и сохранности. Лейтенант Ко посадит десантный корабль в один из армагаров завода. Сопроводите Хоникера вниз к нам, чтобы мы его забрали. Его безопасность на вашей совести. Так, рекомендуем его рейтинг 200. Так, хорошо. Карту мы выбрать не будем, расходников у нас нет. Готово. Его безопасность на тебя.